Помощь пожилым и одинокопроживающим людям, работа в студенческих отрядах и реализация молодежных инициатив. Об этом и многом другом говорили на очередной диалоговой площадке. На встрече с представителями областной вертикали власти у молодых людей была отличная возможность продемонстрировать свои инициативы, а также предложить дельные изменения в работе организации. Мы бы хотели поделиться такими предложениями о том, как создать республиканскую платформу, где люди могли бы оставлять свои заявки для того, чтобы мы могли им помочь. Также есть предложение о том, чтобы разделить волонтерские отряды на секции так называемые, то есть спортивные, бытовые, социальные, где мы могли бы точно знать, какого рода помощь нужно оказать. Я считаю, что это один из самых крутых проектов, которые я видела для молодежи, потому что, во-первых, я нашла себе много интересных знакомых, как минимум не только даже из Бреста, мальчик с новополоской, с которым я сделала это, это было просто нереально, увидеть, как другие люди работают со своими проектами. Идеи проектов, потому что все-таки, когда начинаешь работать с проектами, ты смотришь на своих конкурентов, соперников, даже на союзников, еще с кем можно сделать такую коллаборацию. Да и, в общем, просто посмотреть, что мы, молодежь, несовершеннолетние даже, школьники, тоже все-таки что-то можем делать и реализовывать. За 18 лет своего существования Союз молодежи получил почетное звание, как одного из движущих молодежных катализаторов. Но для того, чтобы соответствовать такому высокому статусу, необходимо всегда держать руку на пульсе и меняться постепенно, планомерно. Время не стоит на месте, нам все вместе необходимо меняться. И как внешне, но самое главное, внутренне. И именно об этом мы сегодня поговорим. И хочется сегодня также услышать и мнение властей, мнение губернатора, о том, где именно сегодня применима молодежь в Брестском регионе, что сегодня необходимо, на что сделать упор нашим молодым ребятам, людям и в целом нашей общественной организации. Пелорусский Республиканский Союз молодежи Брестской области объединяет в себе порядка 40 тысяч активных молодых людей. Они участвуют в жизни страны, выступая инициаторами полезных начинаний, многие из которых реализованы и достаточно успешно. В их число входит труд, крут, живи ярко, БРСМ, твори добро и многие другие. Цель именно ближайшей, наверное, пятилетки, и мы недавно закончили молодежную, можно давать ее так назовем, свою пятилетку, да, это, конечно, в первую очередь вернуться к той работе, которая ранее проводилась в нашей стране, более глубоко изучать сегодня историю, сегодня участвовать в тех мероприятиях, которые сегодня трендовые, насколько они сегодня, те, которые сегодня несут, в первую очередь, наверное, это человечность, это доброту, это необходимость сегодня вашей молодежной помощи нашему государству, это ваше участие в социальных проектах, это, конечно, ваши основные молодежные проекты, которые вы рождаете у себя, их модулируете, в дальнейшем проводите, осуществляете и так далее. Участники диалога – это порядка 100 человек, представители студенческой молодежи, командиров и комиссаров студенческих отрядов и волонтеров. На встрече они обсуждали стратегию развития общественного объединения на ближайшие несколько лет, определяя приоритетные направления и деятельности организации. То, что говорят сегодня молодые люди, их нужно тонко чувствовать, им нужно давать волю, волю, для того, чтобы они могли высказывать более смело свои идеи и понимать то место, которое они могут оказать, вот таким, как в облсполкоме, в районных исполнительных комитетах. Молодежь должны слышать на местах, для того, чтобы они понимали, что они нужны, они понимают, что они вместе сегодня живут с государством, они понимают то, что работа, которую они предлагают, будет полезна на всех этапах, когда она работает с властью. Проведение открытых диалогов дает возможность молодым людям заявить о своей жизненной позиции, раскрыть роль молодежи в развитии страны и формировании мировоззрения нового поколения.